Паводковая ситуация на Кубани пока остаётся спокойной, но всё может измениться очень быстро. Сегодня губернатор поручил организовать постоянное дежурство на реках. Также необходимо проверить систему экстренного оповещения, места временного пребывания и транспорт для эвакуации людей, которые могут оказаться в зоне подтопления. У нас 26 муниципальных образований находятся в зоне потенциального риска. Ещё раз обращаю внимание, 200 населённых пунктов, примерно 180-200 тысяч людей. Сергей Анатольевич, я вас прошу и глав муниципальных образований организовать постоянное дежурство на реках. Именно постоянное дежурство, чтобы мы контролировали воочию уровень реки. Вот сегодня это необходимо делать. Ещё раз подчёркиваю, мы ещё, ещё снег в горах не начал таять. Если нужно, поставьте дополнительные посты и привлекайте тогда и общественников максимально, всех, кто будет контролировать уровень реки. Я вам поручаю и систему оповещения проехать лично и посмотреть, насколько она на самом деле находится в актуальном режиме, а не просто она есть. И места временного размещения людей тоже не просто есть на какой-то схеме, а конкретно. По оценкам специалистов, Анапа также входит в зону риска. Поэтому подготовке к возможным подтоплениям уделяется особое внимание. Следует отметить, что в зоне риска у нас несколько категорий так называемых паводковых. Они подразделяются в первую очередь буквально только названием назову. Это зона катастрофического наводнения в случае аварийной ситуации на дамбе облавания реки Кубани, на которой сейчас уже наблюдается повышенный расход прохождения воды. Это зона с быстро развивающимися событиями. Это в первую очередь река Суко, расположенная в предгорных районах. К зонам риска в Анапе также относятся территории вдоль небольших рек и берега моря. Для каждой из категорий разработан свой план действий. Произведен расчет сил и средств для ликвидации последствий. К возможным паводкам все готово, даже несмотря на положительные прогнозы синоптиков. По их данным, серьезных подтоплений в этом году быть не должно. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа-регион.